Друзья, это Ялта. В Ялту я приехал вчера, опять у меня нет никакого плана, хочу здесь пробыть два дня и остановился я первый раз вот в этом вот отеле. Ходите посмотреть какой там номер, он очень необычный. Мне кажется, именно здесь отдыхали вот эти советские высокие гости часто. Вот номер. Шаман вот играет. Посмотрите, какой балкон и вон вид. Да, вот это вот еще дерево старое, но обстановка такая. Честно говоря, вчера ночью, когда я приехал, а я приехал уже очень поздно, я толком не успел его разглядеть, но так вот с дороги был уставший. А почему я приехал ночью? Потому что я задержался в Мелитополе. Да, я первый раз заехал вчера в Мелитополе и задержался там, общаясь с некоторыми людьми. По-другому себя представлял Мелитополь, вот по-другому. Да. Не знаю, как-то вот. Ну приезжайте в гости. А как вы в Мариуполе? Да я не из Мариуполи, я вообще в Краснодаре живу, а сам стулы. Меня интересуют вот эти темы новостройки. В Тольятти подружка. В Тольятти? Я был в Тольятти недавно. В Тольятти там Волга большая, там хорошо. Да, да. Да, да. Мы вместе с ней выросли, работали. А, ну приезжайте в Тольятти. Да, его фамилия Горбачев, но жена у него кто была по фамилии? Раис Максимовна Китуренко. С 1954 года оккупировался уже окончательно Крым. Зелень вы, блядь, пузатая, блядь. Вам никто, блядь, правду никогда не расскажет. По Ялте можно вечно бродить и находить какие-то такие места необычные. Оцените лестницу. А вы не знаете, что это за печка такая? Вы давно рассказывали про эту башню. Похоже на печь, как будто здесь что-то пекли. Вот это квест. И всё. Сомнения прочь. Не знаю, сколько раз вы были в Ялте. Я был с 2016 года здесь много-много раз. Здесь какая-то своя атмосфера особенная. Я ездил на таком пару раз в Ласочкино гнездо. Они старые, но в принципе нормально ездят ещё. Я хочу пойти опять в спальный квартал, посмотреть быт простых ялтинцев. Я не знаю, какая здесь площадь была лет 15 назад, но сейчас просто загляденье. Греф решил, да, понятно. Короче, открылся Сбербанк в Ялте наконец-то. Пофигу с санкции. Вот так вот. Греф решил. Молодец. И открыли. Да нет, нет, я потом подойду. Я правда пока не могу. Я иду, извините. На обратном пути, да. Ну не обещаю, но постараюсь. Ялтинский лук. Здрасьте. Я вот в прошлый раз у вас пергу брал. И я думаю, что вот ещё раз возьму. Здрасьте. И чай я у вас в прошлый раз брал, тоже возьму завтра. Одни лестницы кругом. Какой-то необычный такой дом. Это получается здесь как комната или квартира? Нет, одна комната. Они одинаковые везде, да? Везде. Вот маленькая прихожка, там комната и лоджи дальше идёт. Сюда ванна с туалетом. Балкон, да. Балкон застеклённый там. Маленькая такая комнатка. У нас там кровать стоит на ложе. Балкон 7 метров. Это вот у вас кухня такая здесь? Ну да, маленькая такая. Маленькая такая. У вас газовое всё? Газ, газ. Электричество? Газ, да. Вот некоторые стенки выбивают и делают общую такую. А, ну расширяют. Расширяют, да. А там ванна-туалет обычный, маленький тоже. Такой вот. Тоже маленький такие. Ага. Ванна с туалетом. Ну и здесь получается 30 с лишним метров, да? Здрасте. А тут комнатка такая большая. Вот мы тут вдвоём. Понятно. И получили ещё одну такую. И там балкон просто как часть этого всего. Да, и там кровать стоит, там цветы стоят. Ну, а там больше ничего не бывает. Ну, у вас тепло в Ялте, поэтому, в принципе... Да, да. Ну, если мы в Ялте 45 лет, ну, где-то этому дому 52 года. Как это называется? Палубный как-то? Палубный дом? Палубный, да. Палубный. Я думал, какой-то... Вот палуба. Палуба. Это как будто вот корабль такой. Да, да. Все ходят. Коты и собаки. И коты и собаки. Но у вас котов много. Да ужас. Три восемьсот, три семьсот, три с половиной. Три восемьсот вот это стоит? Да, да. Три с половиной может выторгуешь. Не бросайте мусор в унитаз. Привет. Да не бойся ты, не бойся. Вау, посмотрите, какой отсюда вид с угла этого палубного дома. Это, когда строили у строителей, это им строили... Кому? А, да? Да. А строители поразъехались, все построили, они, значит, сделали, дали квартиры. Это прихожая. Кухня? Кухня, ванна. Проходите. А это комната. Сейчас я себя включу. Вот, пожалуйста. Ну, небольшая. Полы-то вот еще с тех пор, как построили все, не меняли бы? Нет, нет, нет. Ну, в какой есть возможности, поменяли длину или мясе порваты. И вид вот туда? Да, а это на улицу, да. На улицу. А у меня полы чистые, не порветные, не побитые, не порезанные. Во всех этажах, и вот этих, и двенадцатый дом, и наш, это... Все одинаковое. Все одинаковое. Но заселены все комнаты практически, да? Все вот эти дома, они все заселены. Полностью, полностью. Да, я смотрю, людей много ходит. Но коммуникация у вас работает, вода горячая, холодная, все есть. Горячей нету. Горячей нету. У нас эти колонки стоят. А, колонки. Все, спасибо огромное, что показали. Спасибо. До свидания. Счастливо. До свидания. Всего доброго. Так, а вот дом, где с 1907 по 1908 жила великая украинская писательница Леси Украинка. Улица Леси Украинки 6. Здрасте, а здесь Леси Украинка жила, да? Да. А как вот понять, где она жила? Я когда спрашиваю, где у нас в квартире? У вас в квартире? Да, да. Ну, никакой квартиры не выделено под музей, тут ничего. Не, нет, тут ничего нет. Понятно. Ну, видите, сложно понять, где она жила. Мужчина говорит, у нас в квартире. Никакого музея нет, ничего нет, просто жила в этом доме и все. А что, у вас постановка какая-то там будет, да, или что? Нет, уже все. Нет, мы просто гуляем. Просто ходите? Театрального что-то или такое? Нет, пост-ялковская историческая реконструкция, да, да, добровольное содействие. Круто. Подожди, а собака у вас была? Была. Вот 19 апреля. Ушла? Год ушла. Вот она. Вот она. Да, 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 да. Вот она. Как ее звали? Джулечка я зовут, Джулия. Сейчас обстановка еще такая. Я последний год с августа езжу в Мариуполь волонтером, вот. И я за этот год столько понял много про людей. Я думаю, что вы рассуждаете, судя по нашему диалогу уже, что вы рассуждаете как белая ворона. Понимаете? Это не стадное отношение. Стадное отношение совсем другое. Вот вы стадное решение, вы уже, видимо, выросли с этого. И дало возможность вам вырасти именно событие, которое вы увидели. Вы увидели человека без прикрас. Без маски. Этот человек без маски. Вот так я увидел его и здесь. Да. Без маски. Кто я такой? Никто. Это Гришечка. Я его лечу. А он больной, да? Да. Я ему специально покупаю колбаску. Специально покупаю ему сметану. Молоко его специально. Так, время для кофе вам в той кофейне сейчас возьму. Хороший кофе. И, кстати, многие проходили мимо этого дома композиторов. Если вы ни разу не были внутри, я очень рекомендую зайти в вестибюль. Здрасте, а я просто зашел в вестибюль снять. А что здесь такого нельзя снимать-то, я не понимаю. Мне кажется, нам надо быть более дружелюбными друг от друга. Это магазин у вас, да? А, серьезно? Я думал, у вас какая-то лавка здесь. А у вас внутри тоже как-то так необычно? Да. Вау, это вы просто под себя так все сделали, да? Чисто вот творчество и все, да? Да. Класс. Прикольно. Спасибо большое. Офигенный двор. Ну, вот такая. А, вот так вот у вас здесь. Здесь кухня получается. Вот видите, балкон. На балконе спят тоже. Летом-то, ну, тепло, конечно. Да. Ну, я имею в виду, на балконе спать, в принципе, нормально. А, ну, то есть у вас вот две кровати, получается, и три даже кровати. Как это у вас пахнет вкусно. Да? Да. Ну, такой парфюм. Правда? Да, парфюм, да. Спасибо, выздоравливайте. С Богом. С Богом. Умывальник надо в ванной прикрепить. А, это вы умывальник делаете? Это консорный, наверное, сам умывальник держит. Понятно, понятно. Ну, они что-то на росте, я купил такой. А. И вот переделаю. Ну, там, вот так что я... Давайте, до свидания. Здесь вот такой вид. Вон море. Вот эти все здания не так давно построили, может быть, год назад. Кстати, интересно, сколько здесь стоит квартира и как там внутри? Значит, смотрите, здесь ванная комната с душевой кабиной. Кухня неплохая. Они делали очень качественно все. Они действительно очень хорошо все делали. Хорошая техника. Есть все посудомоечные. Вот так вот идет до 12, и потом она уходит вот туда. Если для отдыха, вот просто заезжай и живи. Это первая линия. Здесь никто ничего не закроет никогда. Самые лучшие карты пляжа – это вот это и слева. Да. Здесь потом будут стоять лежаки, всякие там. Была цена 35 миллионов. Сейчас они опустились 33 500. Не все понятно. А здесь вот прям жизнь. Понимаете, здесь все свежее. А теннисные корты работают? Да. Ресторан. Ага, вот так вот. Вот здесь вот у нас спа. Здесь у нас ресторан. Здесь детская комната. То есть очень удобно. Савтракаю все лето. Хорошего вкус. Да. О, зеркала такие. Так, это бассейн. Да. Хороший бассейн. Ну, он небольшой, но такой прикольный. Здесь можно включить течение противоходное. И поэтому здесь даже мастера. Один откомплекс. Здесь есть и то, и другое. Видите, как прикольно. Ну, кстати, тоже. Да, ну, а я лучше. 58 миллионов. Без отделки 37. Купи по карте. Я тебе мелочь отдам. Это все. Да у меня есть деньги. Я тебе куплю. Ты где живешь-то? Хоть помылся бы. Ну, где? Жена моя. Ну, а что потом с вами случилось? Потом пропили. Понятно. Ты давай, соберись. Ты сама тула. Тула. Живу в Краснодаре сейчас. Андрюха, помогай. Все, давай. Ну вот, видите, мы должны поехать. По резьбе нужно попасть. По резьбе, конечно. А вы смотрите, куда вы поехали. А, я не туда. Коты? Да. Кормите? Коты и кошки. Это хозяев. А, а вы их подкармливаете? Да, подкармливаю. Какие хорошие. Ну ладно, счастливо. Здесь жил и умер поэт Семен Яковлевич Натсон. И вот стихи «Леси украинки» не могу прочитать по-украински. Короче, крутой дом. А вы давно уже их делаете, так, мастерски? Ну да, уже очень много лет. С 98-го года. С 98-го? Да. Да вы просто мастер. А рецепты, методы, все советские. Вы сохранили вот традиции. Да, традиции, да. Это вот очень важно, потому что сейчас все эти машины... Человек приходит, заказывает чебурек, я при нем же делаю, отдаю все. Мясо хорошее там? Мясо классное, да. Да, ну, у него не вот и не яйца. Вот он, готовый. Приятного аппетита. Спасибо, и вам хорошего бизнеса. До свидания. Кажется, что тупик. Нет, здесь не тупик. Это дрожжинка. Кс-кс-кс-кс. Если кто-то когда-то будет жить здесь на дрожжинке, очень один полезный лайфхак. Никогда не оставляйте свою обувь на ночь вне дома. Я один раз тут жил и оставил очень хорошие, дорогие кроссовки Nike на ночь. Знаете, что случилось потом? Я их выкинул. Здесь очень много котов. И они очень чувствительны к вашим запахам. Не оставляйте кроссовки или ботинки на ночь вне своего дома здесь. Стеклянное классное советское стекло еще представленное. Это прям стекло-стекло? Это не пластик? Нет, это стекло. Попробуйте руками. Сразу почувствуйте. Да, да. Видите? Смотрите, они как интересно смотрятся. На вас, да, очень хорошо. Спасибо большое. До свидания. Народ, ну вот такая небольшая прогулка по Ялте лучше всего. Приезжайте сами сюда, в этот прекрасный город. Пообщайтесь с местными жителями. Покушайте местные еды, погуляйте по местным прекрасным просто местам. В следующий раз я выйду на связь, скорее всего, из какого-то небольшого, мелкого города России или даже поселка. А может быть, может быть, и из-за границы выйду на связь. В любом случае, всем удачи. Пока. Мирного неба над головой. Ялта, Крым. Ялта, Крым.